Сегодня в интернете огромное количество заманчивых предложений для родителей, чьи дети мечтают о карьере модели. Это и школы, которые за много лет работы в модной индустрии успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. И онлайн-базы по подготовке ребенка в качестве профессиональной модели. Родители сами выберут, что лучше для них из двух вариантов. Сегодня мы пообщаемся с прекрасной Саидой Турспековой, которая приехала к нам из Урджара. Саида Турспекова, ученица школы имени Аблайхана Урджар, увлекается чтением книг, является подиумной моделью, представит Казахстан на международной неделе моды Азербайджан Fashion Week. Фотографии Саиды были опубликованы в глянцевом журнале Estet Look. Дорогие телезрители, итак, встречаем в нашей студии Саида прекрасная. Саидочка, проходи. Как настроение? Я рада, рада тебя видеть в нашей студии. Не отходим от традиции оффлайна. Оффлайн все мы знаем, что общаемся в реальном режиме, поэтому все мои герои гаджеты предоставляют мне на время программы. И вот так вот она вот лежит здесь спокойненько и не мешает всякими звуками, уведомлениями. Присаживайся, пожалуйста, Саида. Дорогие телезрители, уточню, что Саида приехала специально на нашу программу из Урджара замечательного. Да, мы выходим на новый уровень программы, мы снимаем, общаемся с детьми из регионов, из сел, да, не только города областного центра. Так как дети, конечно же, они, все дети везде, в любом точке мира, они талантливы, они занимаются спортом, творчеством, что и я всегда в своей программе и демонстрирую. Саида, ну расскажи о себе, давай познакомим тебя с нашими телезрителями. Ты у нас уже профессиональная модель, уже обучаешься, уже идешь по этому пути. Скажи, пожалуйста, вот как пришла эта идея к тебе, вот быть моделью? Может кто-то посоветовал? Я видела видео, где там модели ходят красиво. Вот я тоже хотела пойти в модельную школу и попросила у мамы, можно меня тоже, мамочка, отвезти на модельную школу? Вы как замечательно. Вот ты по телевизору увидела вот это, вот это, наверное, как они дефилировали, да, это называется, да? Сейчас вас всему обучают, да, и фото, как быть фотомоделью, как быть подиумной моделью. Но я зачитала в визитной карточке, что ты подиумная модель. Это как-то вот эта вот сфера, тебе больше нравится, да, идти вот красиво? Да, мне очень нравится. А вот что самое главное вот для того, чтобы дефилировать вот красиво? Может какие-то советы дашь вот? Ну, можно сделать вот такую позу. Это, например, вот идешь-идешь и раз и в позу встала, да, вот красиво? Или вот такую. Здорово. Или вот такую. Здорово. А вот для вот этого вот плавного шага, вот мы же видим этих моделей, как они грациозные идут. Что вот нужно, вот чтобы идти прям вот, прям плыть? Надо себя вдохновлять и... Уверенность, наверное. Да, уверенно надо быть и идти ровненько. Здорово. Вот сколько времени у тебя ушло, чтобы так красиво владеть своим телом, идти красиво и в такую позу красивую вот это вот становиться? Вот сколько времени ушло на обучение? Ты же пришла, ты этому училась, объясняли тебе. Как-то сразу вошла во вкус? Я в модельную школу уже хожу второй год. И меня там учат, как надо позировать, как надо вдохновлять себя. И вот. Ну вот и, конечно же, репетиции у вас уйдут, да, перед каждым показом, перед каждой фотосессией. Это вот неотъемлемая часть вот этого всего. Репетиции вот. Расскажи, как проходят. Нас учат сначала, мы разменяемся, потом делаем дефиле, и потом сами ходим. То есть объясняют, да? Работа идет с каждой ученицей. Каждому, наверное, учитель подходит, объясняет, да, что нужно подправить где-то, что-то, да? Ну потому что вот это искусство такое здесь каждый день неотъемлемо, как и в танцах, нужно что-то вот как-то обучаться новому и что-то привносить новое. Ты молодец, Саида, огромная, вообще молодец. Вообще сейчас очень актуальна вот эта вот модельная индустрия среди девочек и среди юношей, конечно, тоже уже. Саида, чтобы немножко раскрепоститься, давай начнем нашу программу с тобой, потанцуем. Ты любишь танцевать? Да. Я думаю, что все любят танцевать, поэтому я нашего, своего, нашего любимейшего звукорежиссера попрошу поставить музыку такую современную. Мы с Саидой сейчас вот раскрепостимся, энергию такую положительную дожжем, да? Любишь танцевать, да? Вообще танцы это круто, потому что мне кажется, что во время танцев у нас выплескиваются вот эти какие-то положительные флюиды, и мозг работает хорошо. Ну вот и, кстати, модельная индустрия... О, слышим музыку. О, модельная индустрия, кстати, непосредственно связана и с танцами тоже, поэтому как бы мы же танцоры своим телом владеют, и модели своим телом владеют. Супер, здорово, молодец, Саида. Такое что-то современное нам звукорежиссер поставил, что любят сейчас современные молодежь. Слышим, да. О, мы как на дискотеке. Здорово. Сейчас, кстати, и ТикТок, социальная сеть, да, и Инстаграм мы видим. Те сети, которые вот это прям все активизируют нашу молодежь всеми этими танцами и трендами. Замечательно. Все, спасибо, молодец, присаживайся. Кстати, я завела вот эту тему ТикТок и Инстаграм. Много ли времени проводишь в социальных сетях и в каких социальных сетях? Я много провожу в ТикТоках, потому что там тренды, и все люди танцуют, блогеры, и вот. И вот это интересно сейчас, конечно, да? И, конечно же, и для модельной индустрии тоже интересно, потому что очень много видео, да, с другими моделями. Можно посмотреть, да, как они дефилируют, как они позируют на фото. Это вот сейчас, я думаю, то, что социальные сети, они, конечно, это вот две стороны одной медали. Конечно же, это и вредно в какой-то степени, но и полезно для развития, да? Да. Это же здорово. Смотри, да, кто как оделся, кто что делает, кто чем увлекается, да? Вот, посмотришь, ибо, я тоже там хочу, например, этим заняться. Саида, замечательно, ну, расскажи, пожалуйста, о школе. Конечно же, мы не будем забывать, модельная школа – это прекрасно, это хобби, возможно, это перерастет в что-то большее в будущем, да? Время покажет, но вот школа. О школе, не забываешь? Занятия, уроки, сейчас вот уже месяц, как вы практически вошли, так сказать, в новый учебный год, ученики. Как вот ты вошла с силами? Набралась сил за лето? Да, набралась. Ну, расскажи о школе, вот атмосфера школы какая, одноклассники, какие учителя? У меня учительница Жаннарда Улетовна, Шакировна, и у меня есть подруги, их много. У меня есть Адия, Айзада и Аяжан. Со всеми дружишь, твоя одноклассница, твои подружки, да? Да. Здорово. Ну вот, например, у вас перемена. Чем вы в перемене занимаетесь? Какие, может, у вас какие-то игры есть или традиции? Мы с моими подругами, когда мы не дописали, написать математику, мы с перемена, когда начинается, мы сразу пишем. А, то есть, перемена для вас это не отдых, а вы продолжаете работу, да? Заканчиваете то, что не успели. Ну, хотя бы покушать, время есть, я думаю. Чуть-чуть отдохнуть. Замечательно, Саида. Ну, я думаю, что ты очень активный ребенок, ты девочка активная, ты со всеми общий язык находишь. Да. У тебя много друзей, замечательно. Давай мы с тобой сейчас еще раз одну игру сыграем интересную. Я всегда своим героем ее представляю. Здесь у меня есть стикеры. На этот стикер я напишу слово, любое. Это может быть персонаж из мультфильма, или же это может быть какой-то предмет, или животное, или еще что-то в этом роде. И ты постараешься отгадать, какое слово я тебе написала, но ты можешь задавать мне вопросы. Например, это человек, я скажу да. Там животное, я скажу да. Буду я тебе всячески подсказывать, ты будешь отгадывать. Это замечательно очень. Итак, давайте мы сейчас напишем слово. Вот я всегда пишу слово, глядя на своих героев, что первое мне приходит в голову, глядя на моих героев, то я и вот начинаю, так сказать, писать, придумываю. Итак, ты не видишь это слово. Я вот так вот залепляю тебе. Ты можешь поддерживать рукой. Ага, вот так поддерживай. Ага, все. Можешь задавать вопросы. Например, это чуть-чуть можешь приподнять. Ну вот вопросы, например, человек ли это, там животное, может какой-то предмет. Это человек? Нет, но это человек может им стать. Например, ты в своей индустрии модной. Если захочешь продолжить этот путь дальше. Видишь, как я тебе хорошо помогаю. У него есть блесточки? Да, конечно. Блестит просто неимоверно. Это из неба? Да. Молодец, Саида. Ты на правильном пути. Это звезда? Звезда, конечно. Вот замечательно. Как Саида, переверни, посмотри. Как Саида быстро угадала слово звезда. Да, я же говорю, глядя на героя, я сразу вот уже, у меня вот эта вот ассоциация с героем, я пишу слово. Замечательно. Саида, ну расскажи о семье, о родных, то есть как мама отреагировала, когда ты подошла, сказала, вот я хочу пойти в модельную школу, обучаться вот этой индустрии. Мне это понравилось, я увидела. Моя мама, ее зовут Лаура Кановна, она учительница по биологии. И моя мама сказала, ты пойдешь в модельную школу? Я сказала, да. Да, и когда я пошла первый раз в модельную школу, и уже хожу второй год, она такая хочет тоже пойти в модельную школу. Да, ты что, это здорово. Вот ты своим примером заразила маму, потому что она, глядя на тебя, это замечательно. Я думаю, сейчас, кстати, очень актуально, и в последние годы идет вот эта вот мама с дочками, да, они дефилируют, они вместе фотографируются. Здорово вообще. Вот в моем детстве, конечно, не было такого, мы не ходили вместе с мамой никуда, что-то вот подобное, да, танцы или творчество, потому что, может, время такое было. А сейчас для вас просто, ну, все пути открыты. И ты свою маму, кстати, вот, в профессию тоже можешь привести, мама с дочкой, замечательно. Саида, ты очень открытая, очень светлая девочка, я прям вижу. Давай посмотрим твои фотографии, которые ты нам предоставила, мы сделали из них слайд-шоу под музыку, посмотрим, полюбуемся на тебя. Внимание на экран. Замечательно, какие фотографии, прям ты такая куколка. Вот ты сказала про дефиле, да, что важно, а вот что важно, чтобы вот позировать на фото, вот так, в фотосессиях, красиво получаться, вот как ты. Ну, надо сначала позировать, потом... Вот позу, например, как-то ты сама придумываешь, да, ты встаешь, что от, так сказать, от головы идет, вот что сейчас, вот как я встану, как я чувствую, так встаешь, да? Надо свободно быть. Свободно быть, здорово, замечательно. Не бояться. Да, не бояться. А вот больше тебе нравится, конечно, подиум, да? Да. Ну, здорово. Ну, вот ты представишь Казахстан на международной неделе моды Азербайджан Fashion Week. Это замечательно, Саидов. В 9 лет, дорогие телезрители, я уточню, ездить на такие международные конкурсы, представлять целую страну, за твоей плечой целая страна, я думаю, что это огромный успех вот в твоем возрасте. Как идет подготовка? Вот потому что ты такая маленькая, хрупкая, ну, столько психологической вот этой вот энергии сейчас идет, выступление, это же столько зрителей будет на тебя столько смотреть. Как ты себя вот сама подготавливаешь? Я сначала разменяюсь, потом начинаю ходить, позировать и делать дефиле. То есть ты подготавливаешься, у тебя все строго так по полочке в голове, вот так пойду, вот так, 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 все, да? Да, здорово. Ну, не боишься, да, вот, выезжать, представлять страну, международный уровень такой. Ты, наоборот, рада, я думаю, да? А мама-то как гордится, я думаю, вообще. Да, мама вообще гордится. Здорово. Ну, вот за 2 года, как ты ходишь в модельную школу, наверное, у тебя и там в школе появились друзья. Как вы проводите время, когда вот репетиция у вас, подготовка? Вот приходите, веселитесь, наверное. Да. Когда нам дают 5 минут, мы сначала отдыхаем, потом чуть-чуть играем, и у нас начинается урок. Моя подруга – это Айзада и Адиас. Здорово. И Айлин. Ну, кстати, уточнить здесь тоже, как вот вы приняли такую новость, что модельная школа открывается в Урджаре у вас? Наверное, обрадовалась, да, что, вау, тебе модельная школа и в моем городе, буду ходить, да? Как это вот эту новость ты? Мама, наверное, вообще обрадовалась. Да, мама очень обрадовалась. Она меня туда записала сама, и я туда хожу. Это замечательно, это удобно очень, да, не надо никуда ездить. Вот у Урджаре уже вот филиал модельной школы. Замечательно. Саида, предлагаю посмотреть, здесь ты принесла с собой журнал, на котором найди себя и покажи телезрителям. Ты напечатана в журнале, опубликована, там информация про тебя, фотография твоя, это здорово. Журналы, фотосессии, дефиле в таком возрасте, международные уровни, конкурсы. Ты молодец, Саида, можно тебя только похвалить. И вот так переверни, и на камеру. Вот, Саида, тоже опубликована в журнале. Предлагаю тебе сыграть еще одну игру с своими героями. Я всегда предоставляю, это кроссворд. Он очень легкий, тем более я буду тебе помогать. Вот перед тобой кроссворд, вот ручка, да. Я буду зачитывать вопросы и, конечно же, давать подсказки, конечно же, Саиде. Итак, называется кроссворд слова из словаря. И мы видим, что у нас здесь семь слов, да, мы покажем вот так вот телезрителям, что у нас здесь семь слов, которые мы должны отгадать. И что подсказочка, у нас в каждом слове присутствует буква И. И это тоже очень неплохо, как подсказка для нас. Да, вот такой вот у нас кроссворд. Несложные, я думаю, слова из словаря. Итак, давай мы подумаем над первым словом. Я зачитаю собрание однородных предметов. Вот смотри, что-то тебе нравится, Саида, да. Например, куколки или платья. И ты их собираешь. А как мы можем сказать, что это, когда человек собирает что-то, что ему нравится? Наклейки какие-то там, не знаю, там, фантики. Это на букву К. Вот этих предметов у него много. Ему нравится, и он собирает. Даже некоторые люди едут в путешествия, чтобы приобрести, допустим, какой-то такой предмет. Вот нравится на букву К у нас такое вот собрание этих предметов. Называется коллекция. Коллекция, замечательно, напиши. Коллекция, первый вопрос. Да, действительно, есть люди, которые любят собирать нравившиеся им предметы. Я думаю, что даже у всех девочек такое в детстве было, наклейки и тому подобное. Здорово. Итак, сейчас Саида допишет. Второе слово у нас. Как мы можем сказать слово торжество? Оно легкое. Мы всегда его в жизни употребляем, это слово. Мы говорим, вот 8 марта у нас что? Новый год у нас что? На букву П. Видишь, как я тебе классно подсказываю. П? Да. Мы говорим, да? Вот, вот он настал. Новый год. Что это? Праздник. Праздник, замечательно. Молодец, Саида. Мы сейчас закончим наш кроссворд. Я, конечно, тебе помогу. Это здорово. Давай сейчас третье слово отгадаем. Друг и приятель мы можем еще сказать как. Ну, это по старому. По старому мы можем сказать как товарищ. Есть такое слово. Запиши, запомни, Саида. Итак, четвертое слово. Давай. Товарищ. Четвертое слово. Главный город страны. Вот как мы называем? Астана. Астана. А как она? Что? Этот город для нас, для страны. С-та-лица. Столица Астана. Замечательно. Я немножечко соеду, чтобы она подумала, чтобы она немножко отвлеклась от нашей беседы. Здорово. Мы уже четвертое слово отгадали. Итак, пятое слово у нас, замечательное, зашифрованное. Я скажу вот так вот. Мы всегда пьем чай с этой ягодой. На букву М. Вот она моя самая любимая. Вот она растет у нас в огороде. Мы душистым запахом этим просто удовольствием. А зимой пьем чай, чтобы не болеть. На букву М. Замечательная ягода. Вот ты на нее похожа, такая малинка. Малина. Замечательно. Пятый вопрос. Итак, остается всего два вопроса. Шестой вопрос у нас. Это тоже из разряда, ну, так сказать, кустарников, грубо говоря. Это дерево. Очень красивое. Оно очень похоже вот как на статную девушку с такими вот сережечками. И вот эти лепесточки вот так вот у нее падают. Впереда. На букву О. Давай еще подумаем. Знаешь ты это такое дерево? Красивое очень. Осина. Осина хорошая, да. Итак, седьмой вопрос. Как мы можем назвать изображение предмета на бумаге? Вот мы. День. Рисуем. Мы что-то рисуем. И как мы это называем? Очень простое и легкое слово. Рисунок. Замечательно. Подумала немножко Саида. Мой кроссворд. Немножко так вот я тебе голову так взбудоражила своим кроссвордом. Для того, чтобы быть моделью с хорошей фигурой, да, спорт обязательно. Танцы, конечно, тоже так как сопутствующие, так сказать, да. То есть к моде относишься великолепно, замечательно. Вот это все, вот это вот как это описание. Я сейчас попробую нашим телезрителям донести, то есть человек, который не любит кичиться, то есть он уравновешенный, он стойкий, все в спокойствии, все в гармонии, и это все отражается и в твоей одежде. То есть удобно, но и модно. Вот это я думаю про тебя. Замечательно, Саида. Здорово. Четверка, ты прям попала в свою, так сказать, характеристику. Думаешь, что попала? Как ты думаешь? Я попала... Вот, например, вещи, вот как ты выбираешь, например, ну, школа, это понятно, школьная форма, например, куда-то гулять ты идешь, как ты выбираешь свой лук? Я выбираю свой лук на вкус. Вот твой вкус, он в чем отражается? Вот какой твой вкус? Интересно. Черный. Черный? Ну, черный, это модно, да. Белый и бежевый. Вот здорово, такие цвета, Саида сказала, модный, который сейчас вот в тренде. Вот мы всегда думаем, черный, да, он какой-то вот такой темный, что-то негативное, на самом деле это очень сейчас модно. И удобную вещь, да, ты? Потому что я вот глядя на тебя, я вижу такую девочку спокойную, уравновешенную, не вот такую вот, а вот, что все у тебя вот в голове, вот так, все по полочкам, и вещи такие вот выбираешь, да, чтобы было удобно, но и где-то что-то. Например, это, знаешь, вот одеть черное платье, но вот сюда вот какую-то брошечку какую-нибудь, так, чек, нацепить. Я думаю, это вот ты, да, это твой стиль. Замечательно, Саида. Ну, и, конечно же, я как в самом начале, дорогие телезрители, сказала, Саида у нас из Урджара приехала к нам специально на программу. Расскажи, пожалуйста, о своем городе. Мне очень нравится Урджара, когда даже проезжаешь его, вроде бы ты проезжаешь как бы мимо, там летом такая красота, такая природа замечательная. И ты живешь в таком красивом городе. Расскажи о своем городе. Вот, в Урджаре есть все как город, ну, то есть там магазины и все другое. Это замечательно. Ну, природа, я скажу, просто супер. Там, можешь сказать, приезжайте к нам в Урджар, у нас прекрасная природа. Там реально прекрасная природа. Там трава очень зеленоватые и дерево сияет. Это здорово. Это видно, это мы знаем, вот, жители нашей области, мы знаем, что это один из прекраснейших регионов нашей страны с прекрасной природой. Да, Саида, мы поговорили о друзьях, о семье, о тебе, и ты планируешь дальше развиваться и очень хочешь стать профессиональной моделью. Я думаю, что в будущем ты станешь какой-нибудь знаменитостью, и мы будем говорить, вот, мы у нее интервью брали. Саида, у тебя глаза очень умные. Вот я смотрю на тебя сейчас, ты вглядываешься в людей с умным взглядом. Вот с этим умным взглядом, пожалуйста, и иди по жизни дальше. Я желаю тебе крепкого здоровья, удачи и успехов. Ты молодец. Дорогие телезрители, вот мы побеседовали сегодня на эту тему с нашим замечательным героем. Я напоминаю то, что приехала на суд Жара Саида. Дорогие телезрители, и вам желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия. Увидимся с вами ровно через неделю, я с вами надолго не прощаюсь, в этой же студии, в оффлайн-режиме, только уже с новым героем. Продолжение следует...